Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Олег. На Дзен у меня есть канал Крафт Алка. Это видео снято совместно с компанией Грейн Русс. Сегодня мы с вами будем делать второй дробный перегон зернового самогона на колонне. В моем случае это тарельчатая колонна с 19 физическими тарелками, на которых происходит тот самый тепломассообмен. Тепломассообмен это процесс, в ходе которого происходит перераспределение веществ по высоте колонны. Легкокипящие вещества локализуются вверху, тяжелые скатываются в нижнюю часть или обратно в куб. Полученный при перегоне браги спирт сырец необходимо перегнать дробно, отделив от нашего дистиллята головы и хвосты. Это делается для того, чтобы получить дистиллят, очищенный от вредных примесей и веществ с неприятным вкусом и запахом. Колонна с этой задачей справляется как нельзя лучше, но обо всем по порядку. Заливаем в куб спирт сырец, причем с учетом того, чтобы в конце перегона в кубе оставалась жидкость, прикрывающая тен, во избежание его порчи. Для этого необходимо знать неснижаемый остаток для своего оборудования. В моем 25-литровом кубе, по данным производителя, это 6 литров. Затем устанавливаем прокладку и крышку куба. Равномерно затягиваем барашки, что обеспечит нам герметичность соединения. Устанавливаем прокладку и монтируем колонну. Затем дистиллятор с укреплением, который будет выполнять роль дефлегматора. Устанавливаем термометры. Опрессовываем самогонный аппарат, зажав пальцем трубку связи с атмосферой. Убеждаемся в герметичности всех соединений. Подсоединяем трубки на подачу и слив охлаждающей жидкости. Присоединяем к смесителю специальный адаптер и подключаем к аппарату. Проткровенным включением проверяем надежность соединений. Включаем в сеть стабилизирующую электронику. Она предназначена для удобства управления перегоном и стабильности нагрева. Включаю режим разгон, при котором на нагрев подается полная мощность. Это может занимать от получаса до двух. Главное, ориентируясь на термометр в кубе, своевременно подключить охлаждение. Я рекомендую это сделать примерно при 60-70 градусах. После чего нагрев можно убавить, чтобы плавно выйти на режим. Я убавлю до 1 киловатта. Открываю охлаждение на дефлегматор. При выходе на рабочий режим нагревом или охлаждением настраиваем его таким образом, чтобы колонна работала на себя. То есть весь испаренный спирт полностью конденсировался и возвращался в колонну. В ходе этого процесса головная фракция займет верхнюю часть колонны, спирт среднюю, а хвостовые и промежуточные вещества низ колонны, либо скатятся обратно в куб. Я рекомендую работать на себя не менее 30-40 минут, а лучше больше, для более качественного разделения фракций. По истечении этого времени начинаем отбор голов. Открываем отбор и настраиваем его согласно характеристик вашей колонны. Отсекать головы мы будем, ориентируясь и на обоняние, и на расчетный объем. Для этого заблаговременно проводим замер крепости сердца, сливаем с крана аппарата в мерный цилиндр, опускаем ориометр и корректируем показания по температуре. Вносим показания в калькулятор самогонщика. Будем отсекать 10%, в итоге нам необходимо отсечь 500 мл голов. К концу отбора голов начинаем контроль запаха в струе. Капаем в ладони дистиллят с трубки и растираем между ними. Затем вдыхаем и оцениваем запах. Если ощущаем присутствие голов, то продолжаем их отбор. Если не доверяете своему обонянию и желаете подстраховаться, то отберите еще немного подголовников с запасом в отдельную тару. Далее приступаем к отбору тела, который ведем с заданной мощностью. Для моей колонны это ровно полтора киловатта. При отборе необходимо контролировать температуру по верхнему термометру и периодически проверять крепость дистиллята. Эти параметры должны быть стабильны на протяжении всего перегона. Рост температуры и падение крепости говорит нам о попадании хвостовых тяжелых фракций в отбор. Это не допускается. Для этого мы контролируем также температуру в кубе. При достижении 90 градусов мы понимаем, что приближаемся к концу отбора тела, начинаем контролировать запах в каплях дистиллята. Если почувствуете изменение запаха, немедленно прекращайте отбор. Стоит обезопасить себя и в конце перегон вести в маленькие баночки. Если в отбор попадут хвосты, то вы не испортите весь дистиллят, а лишь небольшую его часть. Также можно заблаговременно прекратить отбор тела, не дожидаясь скачка температуры и отобрать предхвости в отдельную емкость. Предхвости и подголовники подлежат дальнейшей переработки, либо используются для технических нужд. Таким образом мы получили крепкий дистиллят. Замеряем его крепость, проводим расчеты на калькуляторе, разводим его водой до питьевой крепости. Я развожу до стандартных 40%. Разводить лучше, предварительно охладив и спирт, и воду. Таким образом, друзья, мы получили легкий зерновой дистиллят с тонкой ароматикой исходного сырья, некий аналог водки, но без водочного вкуса и запаха. Напиток уже готов к употреблению, но стоит дать ему отдохнуть хотя бы неделю, а лучше месяц, в ходе этого времени произойдет стабилизация напитка и в нем ярче проявится аромат и зерна. Напиток также пригоден для выдержки в бочках или на щепе. Ну а теперь самая приятная часть – дегустация. Напиток мягкий, с ярким зерновым вкусом. Вкусных вам напитков! Будьте с нами, подписывайтесь на нас. До встречи, друзья!